Привезти земельный участок, расположенный по указанному адресу, первоначальное состояние путем сноса. Из зала суда сегодня Юрий Ильичев вышел фактически бездомным. Суд постановил постройку снести. Для того, чтобы построить этот дом в 2011-м, Юрий продал свою однокомнатную квартиру и взял кредит. А спустя год полицейские сообщили, что участок ему продали мошенники. И несмотря на то, что сделка была оформлена во всех положенных государственных органах, ее признали незаконной. На данный момент мы остаемся, я и мой сын, 10-летний, будем оставаться на улице. А так как жилья у меня больше нет, я продал квартиру, чтобы построить дом на улице. Крылая, в общем, все документы были у меня получены. И получается, и у сына нет квартиры, и у меня нет квартиры, и у жены нет квартиры. И остаемся на улице. Истории всех пятерых владельцев скандальных участков похожи друг на друга. С той лишь разницей, что кто-то успел построиться, а кто-то только начал. Но почти во всех случаях люди влезали в долги и продавали старое жилье, чтобы осилить стройку. У меня муж дождь льет, мороз, он сам копает этот фундамент, выкопал собственноручно. Мы строили самостоятельный дом. Возможности нанимать бригаду у нас не было. Два дома суд постановил снести. Решение по остальным всего лишь вопрос времени. По словам владельцев, сами строения признаны незаконными, в то время как разрешения на их строительство судом оставлены в силе. Представители исполкома все время, пока идут процессы, от комментариев воздерживаются. Несостоявшиеся владельцы домов отправили коллективные письма во все возможные инстанции. Обещают дойти до Генеральной прокуратуры. Люди продолжают надеяться. Светлана Белова, Роман Фенин, Дмитрий Рыженко. Телеканал Эфир.